Каждое время года диктует свои проблемы. Судя по статистическим данным МЧС, количество пожаров в частном секторе зимой возрастает по причине неисправного печного оборудования. Потому сегодня вместе с рейдовой группой мы направляемся в район Яковлева. Начинаем с барака и, как ни странно, не находим ни одной живой души. Дальше идем просто наугад. Интересно узнать, насколько серьезно люди относятся к противопожарной безопасности. Даже если отопление не печное, а газовое, все требует контроля. Галина Васильевна добродушно приглашает зайти в дом. И наша камера запотевает мгновенно. Баллонный газ используется по всем направлениям. В доме, как в сауне. Вещи сушатся прямо на баллоне. Так что консультация пожарного к месту. Женщина недавно осталась без хозяина. А это всегда непросто. Проверяю все, все, все. Абсолютно. И газ, как только ложусь спать, 10 раз бегу проверю. Выключила лей, что все. Видели в своей жизни пожар когда-нибудь? А? Пожар видели когда-нибудь? Ну как же, видели, конечно, конечно. Страшное зрелище, да? Очень. Не дай Бог, отнеси Господь. Ну, понятно. Так что мы Богу веруем, Богу поклоняемся, и Он нас спасает. Ясно. Ну, еще хорошо самим все-таки быть наблюдателем. Да, вот я же говорю, я, да, да, да. А вот в соседнем доме редкая по нынешним временам печь обогревает дом. Патологическое мероприятие. Смотрим печное отопление, вектора. Можно у вас посмотреть, как вы? Пожалуйста. Может, да, нуждаетесь в консультации какая-нибудь. Хозяин своей печью гордится. Ей ни много ни мало уже 70 лет. Когда покупали дом, она уже исправно служила. Вы когда въехали, уже вот понимали, как с печкой обращаться? Конечно. Да? Я же деревенский мальчик. Ясно. Ульхова раньше жил. Расскажите нам плюсы от печки какие? Самые лучшие. Кушать, наверное, вкуснее готовить дом? Конечно. Вот это предел. Ну, вы знаете, что с наступлением мороза надо смотреть чердачное пространство дома. Белят печку не для красоты, а чтобы... Не, не, не. Да, где дым, если что, проходит, чтобы в это место отремонтировать. И трубу чистим постоянно. Ну, раз в два года, короче, я вот чищу. Судя по всему, хозяин отчетливо понимает, что печь может и радовать, и стать источником беды. Так что лучше перестраховаться. Мы идем по частному сектору, и закопченные трубы в некоторых домах настораживают. Не везде все так благополучно. Открывают двери в основном те, кому нечего бояться. Вы знаете, что печку надо чистить трубу? Чистим трубы, сажу, вытаскиваем, там с таких штучек. Притопочный лист должен быть возле печки. Железная штучка такая, да. Памятка на обслуживание печного оборудования не будет лишней. Все же с годами бдительность ослабевает. Вы давно с печкой живете? Ну да, в принципе, с 99-го года, как сюда заселились. А до 99-го обращались с печкой, нет? Ну, когда маленькая была, в частном доме жили, тоже до 16-ти. Ну, все-таки конструкция-то требующая, наверное, большого внимания. Ну, в принципе, нет. Нет? Здесь дровами, в Сибири углем топили. Нет. Все нормально. И все же только в этом году более 160 пожаров произошло из-за неисправных печей. В следующий дом мы пришли, ориентируясь на дым в трубе. Мы долго стучали в двери и окна, хозяева не отзывались. Пришлось перейти на следующую сторону улицы. Разговор с соседями получился интересный. Поглидаем обязательно. Я знаю, что погорелись много. Да, печное отопление. А видели когда-нибудь пожар? Ну, вот, сосед горел, например, баня. Да? Да. А почему у него пожар случился? Ну, думаю, что, может быть, какой прибор стоял, еще что-нибудь. Всякое бывает. Просто люди всегда думают, что это не со мной, а получается... Понимаете? Вот здесь вот развалился этот дом, человек уехал. Любая искра, вот в этот дом, и он сгорит. Так же самое и этот, так же дом. Вот сейчас бабка умерла. Соседка ваша, да? Их соседей нету. Может затопить газ, потухнет. Мы просто взорвемся, вот и все. Действительно опустевшие дома становятся опасными для соседей. Мало ли кто зайдет погреться. Потому для безопасности важна и работа уличкомов, и уполномоченных участковых. Где бывает чаще пожар? Все-таки в жилых домах или все, что связано с банями? Более часто бывают пожары бани, именно по печному отоплению. В домах в основном это уже в сельской местности, в отдаленных деревнях встречается. В городе редко у нас такое бывает. Еще, конечно, осложняется тем, что быстро не доедешь. У нас район очень обширный. Да, район большой. Иногда бывает, что едешь куда-нибудь, если туда закопыривши, но уже пожарная машина приезжает, когда все горит уже. И уже тушить по большому счету бесполезно. Еще говоришь, что переезд там мешает проехать. Да, переезд очень мешает. Что были случаи, что за переездом горит баня, а машина стоит на переезде, ждет поезд. Это один из проблемных тоже вопросов. В этих условиях и профилактика имеет большое значение. Огонь слишком скор, как уничтожающая сила. Рейды бывают часто именно с полицией, именно с представителями соцзащиты. У нас по плану на неделю не менее 15 домов посетить. В последнее время у нас сейчас практикуются рейды совместно с газовой службой. Именно по газовому отоплению. Наверняка эти мероприятия дают хороший результат. Ну, я думаю, да. Что люди хотя бы что-то новое для себя могут узнать. Ну, и еще раз просто задуматься. Да, и задуматься просто, что может всякое случиться, и надо беречь свое жилье и свою жизнь. Рекомендации МЧС России. Запрещается применять горючие жидкости для розжига, а также использовать поленья, размера которых больше, чем топка. Сушка дров, одежды и прочих вещей также запрещена. Не оставляйте детей следить за горящей печью или камином в одиночку. Нельзя покидать помещение с включенной отопительной системой. Не допускайте блокировки или забивания дымохода сажей. Для этого регулярно следите за исправностью печи. Белите и чистите трубы. Ремонтируйте трещины и неисправные дверцы топки. Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам избежать беды. Береги себя.